Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Пока Баран его допрашивает, когда Феррат собирается объясниться, Гуль вскакивает и говорит, мы сильно поссорились. В это время приходит госпожа Азади и просит о помощи, как мы уже говорили, чтобы предотвратить это. Хоть Бэрон и говорит, что мы говорим о важных вопросах, он его не слушает и говорит, что ему срочно нужна помощь. Пока Джавахир строит планы в тюрьме, кто-то оттуда приходит и давит его, а Джавахир хватает его за горло. После того, как Феррат покидает Баран, он входит в свою комнату и разрушает все вокруг, но Гуль преследует его и хочет остановить его. Пока они спорят, приходит госпожа Азади и говорит, что ты больше не старый Феррат, и берет с нее обещание не рассказывать. Дилан составляет списки для помощи в Рамадан, и они все вместе обсуждают, что еще можно сделать и готовы ли палатки для Ифтара. Пока это говорится, приходит Феррат и Гуль с мрачными лицами. Тем временем звонит телефон Барана, и это адвокат Джавахира. Когда Джавахир говорит, что хочет встретиться с Бараном, Баран ругает его и вешает трубку. Затем, когда он внезапно решает уйти, Дилан останавливает его. И они снова приходят вместе. Баран вызывает Феррата Джахана и отца в свою комнату, чтобы обсудить этот вопрос. Пока Ясмин наводит порядок в ресторане, приходят Цеври и Джавдит, Ясмин пугается, когда внезапно видит их перед собой. Когда Ясмин не может оторвать глаз от дороги, Севри и говорит, не волнуйся, она скоро вернется. Когда Цеври и спрашивает, разве ты не ждешь Харуна? Ясмин меняет тему и встает из-за стола, чтобы немного поработать. Когда Баран говорит в комнате, что я не пошла туда только для того, чтобы Дилан не расстраивалась, но мое терпение начинает иссякать, господин Кудрет говорит, что девушка права, а Джахан говорит, что мы должны это выяснить. Каковы ее намерения? Когда Гуль говорит Дилану, прости, я оставил тебя в трудной ситуации, Дилан спрашивает, я понимаю тебя, но я не хочу больше ничего скрывать от Барана, и Джавахир позвонит еще раз, он выиграл. Не успокойся, как долго мы сможем это скрывать. Госпожа Азади говорит, что надо правильно заниматься благотворительностью, чтобы не запятнать ими невесты. Госпожа Сабиха говорит, я слежу за этой ассоциацией уже много лет, вы делаете замечательную работу. Когда госпожа Кадер говорит, что Джахган, должно быть, умер, когда он был ребенком, госпожа Сабиха удивляется и спрашивает, как это произошло. В то время как госпожа Кадер объясняет, что у нее был еще один ребенок после Барана, но он умер, как только родился, госпожа Азади злится и хочет немедленно закрыть этот вопрос. Пока Баран выходит из кабинета, Дилан говорит, что прибудут припасы для Рамадана, мы вместе их посмотрим и расставим, пожалуйста, не уходи, будь с нами. Баран не может идти. Пока Цеврия и Ясмин наблюдают за движениями ребенка, приходит Харон. Ясмин становится любопытно и спрашивает, куда они пошли ужинать. В Корабее спешат подготовить пакет Рамадана, все пытаются что-то сделать, чтобы его подготовить. Когда Дилан не ложится спать слишком долго, Баран укладывает его на диван, ставит перед ним тарелку, полную еды, и дает ему задание маркировать ее. Пока они сидели и болтали после того, как все было готово, пришла госпожа Кадер и сказала, все готовы к Сахуру, Гуль проверил, и я приготовлю для вас яйцо пашот. Баран Джихан и господин Кудрет очень эмоциональны. Кудрет говорит, ты не забыл, мой Айтен так делал, слава богу, Сахур с семьей буду здоровой. Когда госпожа Азади говорит вставать и ложиться спать, они все встают и уходят, остаются только Сабиха, госпожа Баран и Дилан. Пока Баран тайком вытирает слезы, госпожа Сабиха расстроена и плачет, говоря, что пока я помогала в прошлый Рамадан, теперь я живу в качестве убежища в этом особняке. Дилан спрашивает, возможно ли такое, и Баран присоединяется к ней и произносит слова, которые поднимут моральный дух Сабихи Ханым. Когда Сабиха уходит, Дилан благодарит Барана. Пока Эсмин ищет, писала ли Сельма в социальных сетях, Севрия приходит к ней в комнату и предупреждает ее, что если ты не ляжешь спать, ты не сможешь встать на Сахур. Спя с Диланом Бараном, он спрашивает, какие у тебя планы на завтра. Когда Баран говорит, что у меня встреча в компании, я пойду, Дилан говорит, что я тоже приду. Хоть Баран и спрашивает, почему со мной ничего не случится, Дилан очень волнуется. Севрия заставляет Эсмин проснуться на Сахур, но Эсмин буквально засыпает стоя. В этот момент раздается звонок в дверь, и Джевдит говорит, что пригласил Харона, чтобы тот не был один. Когда Эсмин слышит это, она паникует и немедленно идет в свою комнату, чтобы прийти в себя. Когда все встают на Сахур, Дилан тоже хочет быть за этим столом. Когда госпожа Азади видит всех вместе за столом, она говорит нам, как важно быть семьей, и говорит, что мы не должны отказываться от любви и защиты друг друга. Господин Кудрет одобряет его, говорит приятное слово, и они все вместе начинают есть. Бэрон готовит поднос с завтраком и приносит его Дилану, потому что все постятся. Когда Дилан не хочет есть, пока он с ним, Бэрон уходит. Когда Эсмин приходит в ресторан рано, Харон спрашивает, почему вы пришли так рано, еда будет готова к ужину, и Эсмин отвечает, мне нравится работать. С Хароном все в порядке, но когда я говорю им, чтобы они не скучали, когда ты у меня есть, они смотрят мне в глаза и улыбаются. После этого Эсмин обрадовалась, что я пришел, и задалась вопросом, любит ли она меня еще. Когда Баран берет документы из своей комнаты для встречи и уходит, господин Кудрет спрашивает, говоря, что время встречи еще есть, Баран предупреждает его, чтобы он никому не говорил, что он уйдет немного раньше и навестит Джавахира в тюрьме. Когда он собирается взять файл и уйти, в комнату входит Дилан и спрашивает Барана, где он, так как для встречи еще есть время. Когда Баран говорит, что пойдет на работу пораньше, Дилан говорит, что сегодня первый день рамадана, ты забыл. По карабейской традиции мы сегодня приготовим ужин Ифтер. Когда господин Кудрет соглашается с Диланом, говоря, что моя дочь говорит правду, Баран входит на кухню вместе с Диланом, Ферратом, Гулем и Джиханом. Они все вместе готовят еду и веселятся. Пока госпожа Азади наблюдает за ними издалека и смеется, госпожа Сабиха реагирует также. Госпожа Азади пристально смотрит на Гэжу Сабиху и уходит. Баран приводит Дилана в комнату, снимает с него обувь, прикрывается и выходит из комнаты, говоря, что ему следует отдохнуть до Ифтера. Воспользовавшись сном Дилана, Баран приходит в Дживахир. Когда Баран садится и спрашивает, чего вы хотите, Дживахир спрашивает, разве вы не получили письмо? Когда Баран спрашивает, а какой ерунде вы говорите, как насчет его письма, Дживахир говорит, не грустите, ваши родственники всегда заставят вас грустить. Когда Баран спрашивает, что это за письмо, Дживахир отвечает, что о письме не стоит говорить, найдите письмо и внимательно прочитайте его, и Баран злится. Пока вы собираетесь сказать, что играете как обычно, и уйти, Дживахир говорит вам, что это не я играю, ваша семья всегда ищет врага далеко, на самом деле он очень близко. Как только Дилан просыпается, он повсюду ищет Барана и не может его найти. Когда он встречает Гэжу Азади, она говорит, давайте расскажем Барану об этом письме. Госпожа Азади говорит, вы хотите настроить всех друг против друга. Когда Дилан говорит нет, он звонит Кудрету и спрашивает. Господин Кудрет говорит, что Баран отправился в компанию на встречу, поэтому не смог ответить на звонок. Они испытывают облегчение и уверены, что Исамин придет к ним на Ифтор с Хароном. Баран в гневе приходит в свою комнату и повсюду ищет письмо. Когда господин Кудрет спрашивает, что случилось, и он сердито говорит мне, что отправил мне письмо, господин Кудрет говорит, давайте спросим всех о том, что тогда произошло. Баран вспоминает вопрос Хасана о том, получил ли он письмо, и просит господина Кудрета, пока никому ничего не говорить. Пока Хасан с кем-то тайно разговаривает, к нему приходит Баран и спрашивает, что ты знаешь о письме от Дживахира, Хасан говорит, что не знаю, дай мне поцеловать труп моего сына. Когда Хасан уходит, приходит Дилан и говорит, ты пошел в компанию, пока я спал, если бы ты меня позвал, мы бы пошли вместе. Баран думает о словах Дживахира и о разном отношении Дилана. Когда Дилан спрашивает, в порядке ли ты, он отклоняет этот вопрос, говоря, что просто устал. Дилан уходит, говоря, пока ты отдыхаешь, я позабочусь о приготовлениях. Это наш первый Ифтор с нашим ребенком. Я очень взволнован. Когда Харун приходит с Сельмой, Ясмин расстраивается, но старается этого не показывать. Когда все сидят за столом Ифтора в Коробее, дядя Ахмед ведет одну из своих приятных бесед и рассказывает о благах и красотах месяца Рамадан. Когда читается Азан, все вместе разговляются. Пока Ясмин работает на кухне и бормочет про себя, что между ней и Сельмой определенно что-то происходит, я становлюсь женихом, Харун приносит со стола стаканы. Пока они мило беседуют, его лицо падает, когда приходит Сельма. Когда Сельма спрашивает, нужно ли что-нибудь сделать, Ясмин отвечает, что в этом нет необходимости, но Сельма говорит, нет, позволь мне налить чаю. Затем он спрашивает, где десерт, купленный Харуном, и когда Ясмин говорит, что он там, он говорит, что мне бы хотелось, чтобы ты положил его в шкаф, он купил гулача. В то время как Ясмин днем вспоминает вопрос Харуна о том, нравится ли тебе гулач, и думает, что она купила его для себя, Сельма говорит, дорогой мой, я не забыла, я очень люблю гулач. Ясмин остается наедине с внутренними вопросами. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok